Я хочу пояснить, вот очень много в прессе вышло информации о том, что парк в заряде будет стоить там какие-то баснословные 10 миллиардов, что будет финансировать бюджет. Вот я хочу пояснить, как вообще происходит финансирование строительства таких объектов. Конкурс, который был проведен международный, он был конкурс на концепцию, на идею, на идею, обсчитанную в каких-то определенных параметрах. Этот конкурс стоит, каждый участник конкурса получил 80 тысяч долларов за эту работу. Вот мы сейчас получили идею. Дальше эту идею, которая получена, мы начинаем уже со специалистами, с нашими российскими специалистами, которые понимают нормы проектирования. Дальше эту идею мы начинаем укладывать в техническое задание. То есть сколько мы сделаем подземных коммуникаций, сколько у нас будет машиномест, какой у нас тип будет обустройства наружу, будет обустройство набережных, будет обустройство подъездных путей. Это второй этап работы, который сейчас занимается государственная заказчика. После того, когда техническое задание будет сформировано окончательно, будет проведена экспертиза проекта. Сколько это будет стоить? И вот только тогда, когда уже появится экспертиза проекта, после этого будет объявлен конкурс на строительство проекта. Значит, еще второй момент. Мы как заказчики, так как мы за бюджет принято решение это строить, мы по согласованию, конечно, с авторами проекта имеем право вносить дополнительные решения. Например, когда обсуждался вопрос, какой именно проект победитель, скажем, два проекта, две идеологии, проект наш российский ТПО «Резерв», наша московская компания, и проект американцев, они были очень близкие, по уровню были очень схожи. Но все-таки больше было отдано предпочтение по идее именно бюро вот этому совместному. Причем я хочу пояснить, что на самом деле опыт международных таких конкурсов, он показывает, что монокоманды не бывает в таком опыте. Надо понимать, что это была совместная интернациональная команда. И во всех командах, скажем, в нашей же команде ТПО «Резерв», который, скажем так, условно занял второе место, у нас также работали иностранные проектировщики, работали голландские проектировщики, работали английские проектировщики. То есть вообще этот стиль проведения таких мероприятий, он подразумевает именно такие многонациональные сборные команды. Так вот, я хочу сказать, что мы техническое задание, я думаю, что закончим до конца этого года. Я думаю, что мы все-таки предложим посмотреть некоторые элементы, предлагаемые в проект, предлагаем, скажем, ТПО «Резерв», потому что, на мой взгляд, очень хорошее было решение по обустройству набережной, чего не было в первоначальном проекте. Я думаю, что мы все-таки будем предлагать более расширенно подойти к обустройству набережной. У второй команды ТПО «Резерв» было хорошее предложение все-таки по высадке большого количества различных деревьев, потому что у нас на сегодняшний день в Москве сегодня в основном шесть типов деревьев. Шесть типов деревьев применяются и растут. Мы считаем, что все-таки так, как это парк такой заряди, именно Москва, центр России, что он должен все-таки отображать разнообразие природы всей, всей природы России. Поэтому ведь там и была идея, что мы где-то покажем элементы степи, где-то там тундры, где-то говорят болото, но болото – это очень условное понятие. Это не болото в том понимании, которое есть. Это будет имитация, скажем так, болото, вид как просто зона. Но это ни в коем случае не болото в прямом понимании, в таком, в котором мы его понимаем. Поэтому мы считаем, что количество деревьев должно быть значительно больше расширено, представлено практически всеми климатическими зонами России. То есть это будет такой уже синтез-проект. За основу будет взята идея команды-победительницы, и мы по согласованию с ними отработаем дополнительные элементы с других проектов, которые, на наш взгляд, являются очень интересными. Продолжение следует...